Туристический бум в Чернобыльскую зону отчуждения. После нашумевшего мини-сериала от HBO о трагедии на атомной электростанции в 1986 году, иностранцы массово стали заказывать туры по местам съемок. Вместе с гидами своими воспоминаниями делятся и работники Чернобыльской АЭС, которые на момент трагедии находились на станции. Побывала на экскурсии корреспондентка ЮЭТВ Тата Кривенко. Город Припять. Работники именно с этой ближайшей пожарной станции бросились первыми тушить огонь на ЧАЭС. После прибыли спасатели из Чернобыля. Все они получили смертельную дозу радиации. Выжить удалось немногим. Первые ликвидаторы, которых отправили в московский госпиталь, умерли там на протяжении двух недель. Пожарный Василий Игнатенко и его жена Людмила, история которых рассказана в фильме «Реальные люди». Сериал в точности передал все то, что происходило с ними. От взяток персоналу больницы до туфлей в руках Люси на похоронах и смерти дочери. Сейчас женщина живет в Киеве, а ее муж так и похоронен в Москве под бетоном. По разным данным, от 4 до 10 тысяч человек погибли от последствий взрыва. Более 70 тысяч стали инвалидами. Первых пострадавших свозили в эту медчасть. Здесь точь-в-точь, как в сериале, с них снимали спецформу и сбрасывали в подвалы. Она там до сих пор. По версии HBO, люди из Припяти ночью наблюдали за пожаром на станции с этого моста. Здесь мы пообщались с Алексеем Бреусом. Он был инженером на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Именно Бреус сделал попытку запустить с пульта один из уцелевших насосов для погибающего реактора. Там были очень высокие дозы радиации. После этого я вернулся на... Сегодня реактор накрыт саркофагом. Дозиметр возле станции зашкаливает. Спрятаться от излучений можно на территории самой станции, в бункере. Сейчас он похож на тот, что показан в фильме. Однако в те времена выглядел иначе. Всю ночь с 26 на 27 апреля управляющие цехов сидели здесь и обзванивали коллег, пытаясь понять, что же произошло. Картина появилась только через 4 или 5 часов, когда расцвело, когда начинали видеть своими глазами, что произошло. Уровни радиации были настолько высокими, что в них было трудно поверить. Я это признаю. Я сам не мог в это поверить. Сергей Парашин признается, к просмотру нашумевшего сериала о тех событиях морально готовился. Изучал комментарии и отзывы. Говорит, картина очень точно передает атмосферу, происходящую в 86-м. Сегодня зона отчуждения относительно безопасна. Она стала меккой для поклонников сериала. Выживших ликвидаторов и работников станции часто приглашают на интервью. А туроператоры готовят новые маршруты по мотивам мини-сериала.